Доброе утро! Один из самых популярных вопросов от владельцев участков в налоговой службе это как рассчитывается земельный налог. Этот налог мы платим сами, летом получаем извещение, там указана сумма, не позднее, 15 ноября. Налог необходимо перечислить в бюджет. Наверное, в момент оплаты и возникает вопрос типа, по сравнению с прошлым годом налог на землю вырос в два раза. Почему? Ну что ж, разберемся с формулой земельного налога. Мы говорим о налогах доступно. За какой период в 2019 году мы уплачиваем земельный налог? Земельный налог оплачивается за весь календарный год. Отчего зависит размер земельного налога? Размер налога привязывает к кадастровой стоимости земли. Эти данные постоянно обновляются. Мы используем оценку на 1 января того года, за который уплачивается налог. Словарик налогоплательщика. Кадастровая стоимость приближена к рыночной цене земли. Исходя из этой величины рассчитывается размер аренды земли, стоимость приватизации участков для граждан и земельный налог. Можно самостоятельно ввести справки о налоговой базе, то есть о кадастровой стоимости вашего участка на 1 января определенного года. Для этого надо зайти на сайт национального кадастрового агентства. Вот адрес. Затем ввести кадастровый номер участка. Его можно взять из свидетельства о государственной регистрации. Или данные о месторасположении участка, то есть населенного пункта или адрес проживания. Возможны два подхода. Земельный налог рассчитывается исходя из площади земельного участка, либо из его кадастровой стоимости и ставки земельного налога. Случаи, при которых в качестве основы для исчисления земельного налога применяется площадь, либо кадастровая стоимость определены налоговым кодексом Республики Беларусь. Первый случай. Земля по жилую застройку дешевая. Ее кадастровая стоимость менее 20 720 рублей за гектар. Тогда ставка налога зафиксирована. 20 рублей 72 копейки за гектар. Остается умножить эту величину на площадь участка. Второй подход реализован для более дорогой земли. Один гектар по кадастру оценивается выше 20 720 рублей. Тогда используется чуть более сложная формула. Площадь участка умножается на кадастровую стоимость единицы земли и на ставку налога 0,1%. Для расчета налога кадастровая стоимость каждый год индексируется, а значит, прирастает как минимум на величину инфляции. Кроме того, раз в несколько лет сотрудники Национального кадастрового агентства делают новую оценку земель. Растет кадастровая стоимость, увеличивается и налог. Местные советы депутатов могут тоже влиять на размер налога. У них есть право повышать или понижать налоговую ставку. Через дополнительные коэффициенты для отдельного региона сумму налога можно повысить или понизить. В текущем году не более чем 2,5 раза, а со следующего года не более чем 2 раза. Пример. Совет депутатов района Н для земельного налога в 2017 году не вводил дополнительных коэффициентов. Жители района платили налог по ставке 0,1%. Но в 2018 году возникла острая необходимость пополнить местный бюджет. Депутаты приняли решение ввести к базовой ставке земельного налога коэффициент кратный 2. Таким образом, суммы земельного налога для граждан вырастут в 2 раза. Партнер программы. Компания Юрспектр. Производитель правовых продуктов. Онлайн-сервиса готовых правовых решений iLex и Консультант Плюс.